Девушки отдыхают Вы смотрите Олимпийский дневник. Я Кристина Камыш. Добрый вечер. Команда Белтелерадиокомпании расскажет прямо сейчас. Белорусская интрига в самом скандальном виде спорта на Олимпиаде. Виктория Сафонова. Сердцем черным как ночь. Конькобежка Екатерина Слоева. 21-я на дистанции 1000 метров. Анна Нифонтова не вышла на старт из-за травмы. Кто готовит лед на аренах? Назовем тех, кто делает выступления атлетов максимально гладкими и безопасными. Экстремальные игры. Что такое слоп-стайл и с чем его едят? Главный скандальный турнир на Олимпиаде в Пекине официально завершен. Весь мир следил за выступлением 15-летней фигуристки Камилы Валиевой из «За России», которая переживает допинговый скандал. А наш корреспондент Анна Эйсмант свое внимание концентрировала на белорусской Виктории Сафоновой. Напомним, на Олимпиаде в женском одиночном катании страна не была представлена 20 лет о новой главе в истории отечественного спорта. Далее. Виктория Сафонова вышла в финале Олимпийского турнира во второй группе и какое-то время была в промежуточной первой тройке. Были все основания заработать и более высокую оценку. Тем не менее, Виктория своим прокатом осталась довольна, пусть и откровенно призналась, что не без ошибок. С временем своим я довольна. Получилось показать почти все, на что я способна. Очень рада, что получилось достойно себя показать на Олимпийских играх. Сейчас я, наверное, меньше нервничала перед прокатом, но когда у меня не получился первый каскад, я начала нервничать сильнее. И когда я добавила эту тулу к следующему прыжку, чуть-чуть выгнула, успокоилась, поняла, что все нормально. А вот личный тренер Виктория Оксана Матвеева очевидно ожидала, что ее подопечная покажет то катание, которое легко демонстрирует на тренировках. Здесь же была и борьба нервов. Оксана Борисовна, я и вас поздравляю с дебютом. Не только у Виктории дебют на Олимпиаде, но и у вас. Какие эмоции, какие впечатления от проката своей воспитанницы? Ну, пока еще так как-то, мы еще не осознали, наверное, всего что-то. Но выглядите взволнованно. Взволнованно. Да, еще пока взволнованно. Но, в принципе, все удалось нам. Конечно, были небольшие недочеты в наших программах у Виктории. Но, в принципе, все сложилось хорошо. Мы увидели, что запланированный первый каскад, она не стала делать второй прыжок. Но добавила его к другому прыжку, поэтому, в принципе, ничего не потеряла. В итоге, по сумме двух программ, Виктория получила 184,83 балла. И это 13-е место. Очень яркие впечатления. Я, мне кажется, запомню их на всю жизнь. Потому что Олимпиада не сравнится ни с какими-либо соревнованиями. Все-таки здесь иная атмосфера. Олимпийская деревня, общение с иностранными спортсменами. Ну и вообще все по-другому. А подводит итог всему выступлений белорусов на Олимпиаде в Пекине Константина Милюкова в мужском одиночном катании, Виктория Сафоновой в женском, главный тренер сборной Олег Васильев. Несколько последних олимпийских циклов фигурного катания на зимней Олимпиаде не было представлено Белоруссией. И сейчас мы приехали сюда небольшой командой, можно сказать, на пробу. Мужское одиночное катание, женское одиночное катание. Ребята катались хорошо, достойно. Понятно, что места еще далекие от призовых, но все впереди. И мы набираемся опыта, мы растем. Мы растем как команда Беларуси, мы растем как спортсмены. И нас видят, нас узнают и нас запоминают. И это самое главное. Будем стремиться развивать наше фигурное катание. А теперь о главной драме финала. У всего мира на слуху скандал вокруг имени 15-летней Камилы Валиевой. Лидер после короткой программы. Она в произвольной все же не смогла совладать с нервами, иначе это не объяснить. Ведь Камила последние два года никому не проигрывала. В итоге не идеальный прокат и только четвертое место. Бронза у японки Каори Сакамото. Еще две россиянки на подиуме Серебро Александру Трусовой. Даже пять исполненных четверных прыжков не позволили обойти идеальный прокат Анны Щербаковой. Она – олимпийская чемпионка. Правда, полноценной радости от этого явно ни у одной из россиянок нет. Это не твое поражение. Это не твое поражение. Никогда я не доберусь. Пожалуйста, ладно? Это не твое поражение. Весь мир был против тебя, и они всегда могут быть. Вот это обязательно сделают. А теперь о конькобежном спорте. Соревнования на одной из самых интересных дистанций прошли у девушек. Это был спринт на тысячу метров. Беларусь в одиночке представляла Екатерина Слоева. Она бежала в четвертой паре вместе с норвежкой Рогневи Клунтой и уступила ей относительно немного, показав время 1 минута 16,83 секунды. В медальный спор с таким результатом наша спортсменка вмешаться, к сожалению, не могла. В итоговом протоколе Екатерина 21 из 30 участниц. С олимпийским рекордом на дистанции победила японка Миха Токаги. Впечатления от Олимпийских игр, они очень такие масштабные, их много. Но хочу сказать, что сегодня была заключительная моя дистанция, тысяча метров. На ней мне удалось показать все, что возможно. И я установила личный равнинный результат, что не может не радовать. Это очень здорово. Также удалась моя дистанция полторы тысячи метров, на которой я заняла 16 место. Я считаю, что это достойное место для дебютанки Олимпийских игр. И, конечно же, очень радует наше седьмое место суммарное на командной гонке, преследовании. Они собрались со всеми силами, показали все, что смогли. При выезде я говорила, что хочется, конечно же, рекордов. И они получились. Они получились равнинные рекорды с очень хорошими местами. Отметим, что на этой дистанции должна была выступить и Анна Нефонтова. Однако на тренировке девушка получила травму. И на этом ее Олимпиада завершилась. Спортсменка дебютировала на зимних играх на коротком спринте 500 метров. Там Анна стала 19-й. Теперь наши девушки получат день отдыха. На 19 февраля запланированы мастарты. И раз уж заговорили про лед, одной из самых обсуждаемых тем в куларах было и остается качество спортивных площадок. Мы решили внимательно присмотреться к тому, кто и как обслуживает арены. И в следующем репортаже познакомим вас с большой интернациональной командой волонтеров. Некоторые из них работают здесь уже полгода. Каждый мастер своего профиля и вида спорта, но у всех одинаковая цель – сделать выступления атлетов максимально гладкими и безопасными. Алексей Мартиненок продолжит. Вопреки расхожему мнению, волонтеры – это не только местные жители, в нашем случае китайцы. Их, конечно, большинство, но далеко не все. Пройдя специальный отбор, люди из самых разных стран могут прикоснуться к Олимпиаде, что называется, изнутри. Лучшим спортсменам мира подойдет только лед мирового класса. В Национальном центре санного спорта работает избранная группа людей, без которых соревнования не могли бы состояться. Это – международные мастера ледовых покрытий. Когда я встречаю новых людей, и они спрашивают, что ты делаешь, я отвечаю – мороженое. Они смеются. Тогда я говорю, что делаю бобслейную трассу. А потом часто приходится рассказывать, что такое бобслей, создание льда и так далее. Когда трассу заливают в начале сезона, она остается в нужном состоянии максимум одну неделю. После этого начинаются разрушения, которые надо постоянно исправлять. На скорости в 120-150 км в час некачественные виражи могут стать ловушкой для спортсменов. Это действительно опасный вид спорта, поэтому безопасность имеет решающее значение для благополучия спортсменов. И то, что мы делаем, действительно влияет на то, как они выступают. Мастера этой ледяной трассы несколько раз в день делают обход, чтобы проверить каждую секцию, а также точно настроить температуру в холодильной установке. В начале сезона, когда мы приезжаем, это просто бетон. Вся трасса просто бетонная, ничего нет. Затем вы включаете холодильную камеру, начинаете охлаждать всю трассу. Все на первый взгляд довольно просто – шланг и напор воды. Все время – оп, доу, оп, доу. Самое важное для нас – скребок. У каждого здесь свои скребки, часто несколько. Нужен набор лезвий, которые работают под разными углами. Мой любимый инструмент я сделал сам. Я включил в него несколько разных решений от французских, русских и канадских скребков. И да, он оставляет идеальную одежду. Мы называем себя командой мечты. Мы все хорошо ладим. На этот раз пришлось уехать из дома на 6 месяцев. Это большой срок для жизни в абсолютно другой культуре. Но все мы здесь – одна большая семья. Всякий раз, когда на катке этого стадиона перерыв, на арену выходит бригада восстановителей льда. Эту команду возглавляет бывшая фигуристка из Китая Джен Кэ Син. Когда-то она тоже выступала на Олимпиаде. Поскольку я раньше была фигуристкой, я очень привязана ко льду. Я надеюсь, что моя любовь и эмоции помогут спортсменам добиться большего успеха на соревнованиях. Они говорят, что идеальный лед похож на зеркало. А в тех, кто сегодня выходит на арену, как в отражении, видят себя в будущем. Вся команда состоит из студентов местного университета и многие из них – фигуристы. Это очень серьезная и тщательная работа. Если вовремя не заполнить маленькую лунку, спортсмены будут допускать ошибки или небольшие огрехи при выполнении элемента на льду. И это может повлиять на их программу. Хоккеист Ли Шуай 6 лет готовился к Пекину 2022. Был полон решимости любым способом добраться до Олимпийского льда. И своего добился. Жаль, что я не могу участвовать в качестве спортсмена на Олимпийских зимних играх. Но для меня большая честь, что я могу поддержать игры другим способом. Моя мечта – стоять на Олимпийской арене и прославить свою страну. Сейчас я в роли волонтера, но главное – на Олимпийской арене. Это делает мою мечту реальностью. А по изделию этой команды скользят Олимпийские камни. 22-летний Лю Хань из Пекина и 27-летняя Джан Джио из Шанхая. В группе из 16 человек, набранных в команду по изготовлению льда для керлинга. Как студент колледжа я чувствую себя взволнованным и горжусь тем, что работаю на Олимпийских играх и в ледяном кубе. Ледяной куб – это один из примеров того, как можно адаптировать объект для другого вида спорта. Еще полгода назад куб был водяным, и здесь соревновались пловцы. А у местных жителей свое название для сооружения – счастливый волшебный водный куб. Теперь вода превратилась в лед, и желания продолжают исполняться. Это моя мечта. Когда я училась в университете, я просто думала, может быть, если я смогу работать на Олимпийских играх, я бы этим очень гордилась. Это Олимпиада, и здесь сбываются мечты не только у спортсменов. 18 февраля наше внимание будет сосредоточено на биатлоне. Также верим в конькобежца Игната Головатюка, который выйдет на дистанции 1000 метров. Расписание трансляции сейчас на ваших экранах. Субтитры создавал DimaTorzok Наша страна на зимних играх выступает далеко не во всех видах спорта. Из большего белорусскому зрителю непривычно следить, например, за сноубордом или лыжным фристайлом. Они представлены на Олимпиаде в Пекине семью разными дисциплинами. Одна из них – слоуп стайл, где спортсмены выполняют трюки и прыжки на трассе с наклоном при помощи многочисленных рамп и трамплинов. Поэтому к объекту атлеты предъявляют жесткие требования. Далее подробности. Слоуп стайл в сноуборде относится к агробатическим дисциплинам наряду с хайф-пайпом и биг-эйром. Суть этой разновидности сноуборда – выполнение серии агробатических прыжков на различных пирамидах, трамплинах, дропах, перилах и прочих искусственных препятствий, которые расположены последовательно друг к другу. Этого парня зовут Дирк Шойман. В прошлом – профессиональный спортсмен. После завершения карьеры принял решение стать проектировщиком трассы. Я занимаюсь этим уже 22 года. Олимпийские игры – масштабное мероприятие. Для творческого человека это большая удача поработать здесь. Обычно на других объектах мы немного ограничены в ресурсах и пространстве. Но здесь у нас было много места, у нас было много снега. Важной частью проектирования площадки на Олимпийских играх – сделать ее уникальной. Дирку захотелось придумать что-то, что смогло бы напомнить о древней китайской культуре. Вдохновение нашел в одном из главных достопримечательностей страны – памятнике архитектуры Великой Китайской Стене. Мы хотели приблизиться к китайским традициям, построить трассу так, чтобы она могла ассоциироваться с китайской культурой. Элементы конструкции Великой Китайской Стены включают в себя непосредственно стены, четырехугольные сторожевые башни. Мы попытались повторить детали. В команде Дирка работает 13 человек, которые постоянно следят за качеством трассы и сохранением конструкции. Я и моя команда, мы сходим с ума по деталям, стенам и формам, постоянно полируем их до идеальной формы. В эти моменты я чувствую себя художником. Процесс занимает много времени, и это кропотливый труд. Со мной работает отличная команда, мы понимаем, что за нашей работой наблюдает весь мир. Впервые дисциплина вышла на мировую арену в 1997 году в рамках первого турнира по экстремальным видам спорта Winter X Games. До этого момента этот вид спорта был популярен исключительно в Соединенных Штатах Америки. Сегодня состязания по нему входят в программу Кубка мира и чемпионата мира фейс. В 2014 году соревнования в слоупстали в сноуборде, дебютировали в программе Зимних Олимпийских Играх в Сочи. Стать частью наших выпусков может любой желающий. Снимайте короткие ролики со словами поддержки белорусским олимпийцам. Выкладывайте их в соцсети Instagram. Упоминайте аккаунт Olympic Team BY. Оставляйте хэштеги TeamBy2022. Твои BY и час перомог. Болеем за Беларусь. Вместе. Спортсмены мы признаться вам хотим, что мы вас сердечно любим и за все благодарим. За стремление к победе, за терпение, за труд, за высокие награды, что в стране родной так ждут. По снегу, по льду, по горам и гавнинам, успешно уши к Олимпийским вершинам. Беларусь и только вперед. Верит вас белорусский народ. И не загадывая вдаль, мы ждем от вас золотую медаль. Таковым был Олимпийский день. Следите за зимними играми вместе с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова